Интер-радио продолжает свою работу и, ваше внимание, следующая программа, это передача «Наследие», которая идет в открытом радиоэфире у микрофона ведущей программы, пастор цирки «Наследие» Вячеслав Кучер. Я хочу напомнить номер телефона для ваших звонков, ерекод города Скроменто 916 429 7635. Приветствуем вас, братья, и внимательно слушаем. Добрый день, дорогие радиослушатели эфиры христианской радиопередачи «Наследие». Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё, преклонил ко мне ухо своё, и потому буду призывать его все дни мои. И всё же Господь есть и отвечает, и хочет нам помочь, и помогает. И действительно, это так. Сегодня наша вот такая тема. Вот мы, ехав в студию, и Николай Михайлович поделился таким вот поездом. Сказал, давайте, Вячеслав, я могу с вам подсесть, а то у меня вот такие вот свои трудности получились. Вот я отвозил человека, упал в горах как-то камышек и побил днище мне. И, в общем-то, хотелось что-то, люди обещали за то, что я завезу определённую сумму, а когда вот заплатить-то не заплатили этого. В общем, хотели, просили меня, а я вот так казался, оказывается, что часто такое, как же бывает, хочешь человеку сделать добро, помочь, и, бывает, попадаешь в какой-то просаг, и даже кому-то стараешься сделать добро, а потом обращается к тебе не совсем вот в такое вот хорошее, то есть даже можешь стать и врагом. Это, может, такая вот тема. Но есть написано, есть тоже блаженные, милостивые, ибо они будут помилованы, блаженные, плачущие, ибо они утешатся, блаженные, алчущие, жаждающие правды, ибо они насытятся, блаженные, милостивые, ибо они помилованы будут. Вот. То есть одно из блаженств, что иметь снисхождение к людям, вот, и когда её, и как её иметь, или это иметь нужно действительно от Бога, это слышать голос Божий, или помогать всем, или можно просто в помощи, помогая, сделать себе какие-то неприятности и от этого пострадать. Хочу напомнить, что когда-то помню, ещё в детстве, мне не помню, сколько лет было, и мой отец, мы не так жили богато, вот, и кто-то сказал, вы пастырь, вот, оставили человека, а дочери не хотят осматривать, он вот больной, парализованный, вот, и вот вы возьмите, вы служитель, вот, и я помню, у нас были разговоры, слышал, родители разговаривали, вот, и отец как-то думал, но через какое-то время он всё же действительно привезли на тележке такой, этого больного человека, и какое-то было салазие с мамой, и они, вот, пытались, это был, наверное, нелёгкий труд, это не было таких бамперсов человек, конечно, это довольно, мне кажется, нелегко было, но где-то полтора года этот человек прожил, и, в общем-то, и поменялся, и как-то был разговор такой, что мама сказала, может, у вас нет таких условий для вас, может, вы уже пойдёте, а он говорит, нет, если вы меня оставляете, то я вот умру возле вашего дома, но никуда я больше не пойду, но прошло где-то два года, и, в общем, человек отошёл в вечность, такой вот уже совсем другой, с улыбкой, и были большие похороны, конечно, много народа съехалось, и я, конечно, так себя рассуждал, конечно, и думал, как вот такое может быть, что вот отец как-то решился, как-то он услышал этот голос Божий, ну, наверное, не знаю, кто бы смог бы с наших так сделать, а тем более как-то в Америке, или, то есть, ну, ещё вот человек у нас, который молодой был, который уходил, ушёл от родителей, жил в Лос-Анджелес, и он рассказывает, что я жил там, конечно, моя жизнь была не очень правильная, но мне дали какой-то телефон, и одна женщина, она посещает в Афтистскую церковь, она сказала, что живи у меня бесплатно, и он просто спросил ей, а как, почему вы так? Ну, Рита, мне Бог позволил так, и он жил у неё какое-то время, хотя вот, и вот такая вот история, вот, ну, сегодня мы делимся, что вот Михайлович ехал, вёз людей, пытался помочь, и здесь пытался помочь, и по медицине помочь, и получилось, что вот, ну, ехал туда, упал, ну, давайте, наверное, поделитесь, и упал камыш, как мы понимаем, с гор, в горах, и машина однище побилась, и нужен ремонт машины, вот, небольшой, ну, самое главное, что говорили за одну цену, отдали совсем другую, и немножко получается, как-то, вот, говорит, трудновато, тяжеловато, давайте, пожалуйста, будем говорить о таком, почему у нас такое в жизни бывает, и как нам, или мы попадаем под какое-то, под какое-то, ну, полещение, или мы даже не слышим Бога в этот момент, или действительно Бог нам может воздать за вот дело и добро, не унываем, кто-то, если воздаёт, что-то не додав, ну, или вы уже, скажем, в другой раз слушаете, больше ко мне не подходи, не хочу тебя видеть, то есть, пожалуйста, давайте будем рассуждать о таких вот сюжетах в жизни нашей. Вячеслав Степанович, я не ожидал, что в эту тему... Почему так происходит у нас уже? Обычно говорят... Когда делаешь добро, не труби перед собой. Добрый вечер, уже не вечер, добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Мы с Вячеславом Степановичем уже с июля прошлого года контактируем, мы уже как хорошие братья, как друзья, как служители. И, как говорится, делимся. А до этого я ездил на своей машине, а сегодня уже Вячеслав Степанович подъехал там к Старбаксу, и я пересел со своей машины на его, и мы уже ехали и беседовали. Сегодня мы без Нури Исаковича, сегодня мы вдвоём. И сегодня мы имеем немножко больше времени для того, чтобы быть в открытом эфире. Но, коль уж Вячеслав Степанович коснулся этой темы, эта тема очень актуальна для христиан, особенно для людей, служителей, для верующих людей. Знаете почему? Потому что часто говорят, вот возьмёшь, поможешь кому-то, а потом сам себе навредишь, и проблем добудешь столько, что будешь голову чесать и не знать, каким образом освободиться от того доброго, когда ты делаешь для людей проблемных. Да, это правда. Мы уже с вами, дорогие телезрители, вспоминали имя Ивана. Николай Михайлович, я хотел, может быть, давайте мы будем говорить о тех людях, которые были уже заброшены, которые оставлены, и вы пытались как-то помочь, не будем, может быть, имена называть, а скажем так, что вы пытались как-то помочь, и вы видите, что результат бывает не совсем. Но, может быть, всё-таки этот человек по какой-то жизни был огорчённый обстоятельством жизни, и даже он... Вячеслав Степанович, я вас отлично понимаю, что вы хотите сказать, но я хочу... Это не является ложью, это не является какой-то, понимаете, клеветой, это не является чем-то. Слово Божье учит, носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните закон Христов. Нездоровые имеют нужду у врача, а больные. И люди больные – это люди, которые имеют дефекты и с мышлением. Много есть психиатрических проблем у людей, и эти проблемы не уходят от людей, которые называются верующими, людьми, которые верующие в Бога, которые живут для Бога, чьи семьи верующие, и члены этих семей тоже проблемные люди бывают. Это есть. Но что самое интересное, я хочу вам сказать так. Есть псалом, который, когда я был ещё мальчиком маленьким, пели в церкви, «Но не ищи ты от людей награды, в пути добра лишь черни одни, в пути добра преграды и преграды, но ты не отступай, вперёд иди, вперёд, вперёд, так много в жизни горя, скажи о том для тех, кто стонет день и ночь. Господь с тобой, Христос с тобой, Христос тебе поможет, не отступай, когда увидишь ночь». Это псалом. Вы знаете, Слово Божье нам точно даёт наставление, что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной, действующих в воздухе и в сынах противления. Мы должны носить друг друга проблемы. Мы должны помогать друг другу. Мы должны молиться друг за друга. Мы должны почитать ближнего своего. Даже если он и больной, даже если он имеет проблемы, огромные дефекты с мозгом, с мышлением, мы должны относиться к нему, как если бы это был сам Иисус Христос, который нуждался в своё время. Помните притчу, которую оставил нам Новый Завет? Идёт человек, напали на него, избили, в окровольном состоянии находится, умирает. Духи уже вот-вот выйдут из этого организма человека. Проезжает дьякон, посмотрел на него. Ух, у меня нет времени. Поехал. Проезжает священник. Кто это? Священнослужитель. Ну, по-нашему говоря, это пастырь или пресвитер, или как. И ему нет времени. Он поехал. Едет добрый самарянин. Что делает? Останавливается. Снимает, что есть у него на этом осле или шоке. Он оказывает ему помощь. Первую, самую необходимую помощь. Садит его на этого осла. Везёт в гостиницу. Плотит деньги для того, кто является хозяином этой гостиницы. говорит, вот пусть он побудет у тебя в этом отеле, в этой гостинице. И если что ты издержишь больше, чем положено, я приду, и я тебе заплачу это всё. Знаете, это всё проблемы, это трудности. Я знаю, есть пастыри, много пресвитеров в церквях наших, которые игнорируют людей таких, которые имеют нужду. Я уже, ну, назвал это имя Иван Андреевич. Иван Андреевич 23-й год живёт бомжом. То есть, в Америке. И 21-й год живёт бомжом. Он не имеет жилья. И когда я впервые встретился с ним в магазине, в продовольственном магазине на Цитрус Хайдсе, я был в шоке. Говорю, вот это да. Человек приехал с Украины искать лучшую жизнь в Америке. И вот, что он нашёл. Этот человек шофёром всю жизнь работал там, в Украине. Когда служил в армии, он возил начальника, командира части. Этот человек никогда не был у психиатра за всю свою жизнь. Никогда с психиатром не встречался. Он был обычный. Он был не высокоинтеллектуальный человек, но он был обычный человек, простой человек, как и все есть. Люди, которые в селе живут, выезжают из села в город, они немножечко меняют свой статус. Так вот, и этот человек. Начал я с ним беседовать, и у меня действительно сердце залилось кровью. «Господи!» Он сказал мне, что он с мая месяца живет бомжом. А на самом деле, когда я Татьяне Хромцовой позвонил на радио, которая ведет программу «Помоги ближнему своему», то мне посыпались множество звонков. «Николай Михайлович, вы себе найдете такую проблему, что потом вы будете не рады за тот день, когда вы встретились с этим бомжом и начали ему помогать. Ему уже все, многие христиане, славяне уже пытались помочь, никто не мог помочь, и вы не поможете ему». Вы знаете, я всегда после каждого звонка, а этих звонков было великое множество ко мне. Не связывайтесь с этим человеком, обойдите стороной. Я говорю, подождите, вы верующие люди? Да, верующие. Вы кто? Украинец. И вы? И я украинец, и я украинец, и я украинец. Братья мои, человек находится в этой ситуации, в которой находился тот из притчи, когда побили его, изранили, он был при смерти, и вы будете анализировать, какая у него послужная, какая у него характеристика, какая у него ситуация, которая дает ему возможность жить на этой земле. Кто он такой? Разве этот добрый самоварянин исследовал его, когда он сказал самую первую помощь, посадил на своего осла и повез в эту гостиницу? Это же не так. Наше дело помочь человеку умирающему, человеку обескровленному, человеку израненному. Израненным человек может быть и духом, и душой, и телом, но это все болезнь. Носите болезни, проблемы друг друга. Это прямое указание нам. Помогайте, когда можете помочь, потому что за это будете иметь награду на небесах. Это надо. Христиане, верующие люди, они и созданы для того, чтобы помогать друг другу. И тем они отличаются от людей мира, этого, безбожников, атеистов, что они имеют доброе сердце и могут разделять скорби, и носить бремена друг друга, и поддерживать друг друга. Нездоровый имеет нужду во враче. Даже если он психиатрически болен, но никто ему не помогает, помоги ему. Помогая ему, ты поможешь себе, потому что в свое время Христос скажет, я был в таком состоянии, а ты не помог мне. Иди, проклятый, в огонь, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо я был без жилья, а ты не помог. Я был без еды, а ты не накормил. Я был без одежды, а ты не одел меня. Это не значит, что раз бросил центик или доллар или два как бы подачку и это все. Можешь помогать людям, которые нуждаются в твоей помощи, помогай им. Награда твоя велика, ты будешь иметь награду на небесах. Так вот, Иван Андреевич это тоже человек, который нуждается. Уже почти решается вопрос с его жильем. сатана с одной стороны подходит, демоны его с другой стороны и разрываются всякие планы, которые хочешь предпринять для того, чтобы он мог жить в жилье своем. Но я коснусь этого вопроса. Да, этот вопрос серьезный. Эта женщина, с которой я познакомился, заочно, я ее никогда не видел, она живет за полторы тысячи километров от Сакраменто в Орегоне возле самого океана. И много-много раз она звонила и просила «Николай Михайлович, у меня сильные боли в животе, в организме, у меня есть инфекция, которая буквально лишила меня и сна, лишила меня и пищи. Я уже, говорит, худая стала, как стебелечек. И я, говорит, не могу найти нигде помощи. Иду к доктору, за один прием докторский берут полторы-две тысячи и никакой помощи нет. Я, говорит, живу с немцем. Он немец, но он доброй души человек. У нас, говорит, выплаченный дом, мы живем прекрасно, они сразу готовые купили дом, когда приехали в Америку. И в шикарном доме живут, как я уже потом узнал. Помогите мне, пожалуйста. Я подумал, помолился, и думаю, у меня же дети, медицинские специалисты. У меня дочь ведет докторские аплодементы уже много лет. Хорошо, поеду. Я вам заплачу 400 долларов, я вам заплачу за то, что вы только меня в Сакраменто привезете. Я хочу поменять место жительства. Мы хочем купить дом в Сакраменто и жить там. помогите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Тот, кто мне ее посоветовал, кто сказал ей обо мне, звонит ко мне и говорит, Николай Михайлович, поможете? Я говорю, с вашей помощью помогу. Вы меня познакомили заочно с этим человеком, а вы знакомы с ней давно? Да, мы давно знакомы. И моя жена, и я, мы знакомы с ней. Ну, как она? Ну, нормальная женщина, уже пожилая, уже 80, на 9-й десяток пошло. Звонит мне голосовые сообщения одно за одном. Пожалуйста, пожалуйста, почему вы не отвечаете? Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. Мы садимся с этим человеком и едем туда, в Орегон. И, вы знаете, ехали по пятому фривею, потом приехали в Орегон, вышли на хайвей, а там змея, такая маленькая дорожка, однорядное движение, и то вверх, то вправо, то вне, под самые облака. Едем где-то, камни падают это самое, со скал. Целый набор камней, пять, десять, пятнадцать камней лежит, кое-как объезжаешь и едешь дальше. Приехали туда. Приехали, мы ехали девять с лишним часов, полторы тысячи километров туда и назад, в две стороны. Приехали, побеседовали, помолились. Муж немец, он не верующий, он не знает русского языка совсем, хотя уже что-то понимает. И мы с мужем побеседовали. Она очень хотела, чтобы я с мужем побеседовал, чтобы этот муж мог принять Иисуса Христа в жизнь свою. Часик поспали, встаем и после четырех утра выезжаем назад в сторону Сакрамента. И едем уже не на пятерку, а едем по сто по 11-му хайвэю, который ведет в Сан-Франциско. И едем там, дождь льет, ужасно мокрый асфальт. Это узенькая дорожка, и тоже змейка вверх, вниз, влево, вправо. Облака под нами идут две, три, четыре мили ниже нас. Вот так вот приходилось ехать. И главное, что там скользкая дорога. Вот едем, едем, раз, упал камень. Сзади машина и спереди машина встречная. Здесь и не затормозишь, потому что будет авария. И выехать на встречную полосу движения нельзя, потому что там машина идет. И один камень попал под мою машину, и он проборозил днище так, что днище сдеформировалось. И сварка, сварной шов, который был, разорвался он там. Я возвращаюсь назад, и, господи, останавливаемся на фривее, когда выехали уже на более просторную дорогу, и едут на машине два молодых человека, останавливаются. Какая проблема? По-английски говорят. Я говорю, да вот, чехол здесь пластмассовый под днищем это самое оборвался. И говорю, что-то надо его как-то отсоединить. А мне под машину лезть в мокрый асфальт. Это очень непросто. Один из них раз-раз подвес стал, говорит, оторвать вам. Я говорю, оторвите. Оторвал. Приезжаем с Акраменто. Приехал я в шап. Подняли на подъемник. О, там надо гнать в шап для того, чтобы это днище приводить в порядок. Надо его рихтовать. Там сорвалось сварной шов, стык сорвался. И снаружи просовываешь руку и входишь в салон. Проблема, большая проблема. Это надо деньги для того, чтобы какой-то шаппист согласился мне привести в порядок это днище. Мало того, там специальная аргонная сварка, там цветные металлы и там шов необычный. Японцы делают швы такие, каких я не видел еще у нас в Америке или в Советском бывшем Союзе. И я действительно очень в тяжелом состоянии. Господи, вот помог людям. Вот помог человеку. Везем мы ее сюда, привозим. Я организовал аппоинтмент докторский. У нас у детей моих собрались все мои семьи, дети, внуки и там встречали праздник. Это был как раз праздник, который называется Новым годом. Вячеслав Степанович, мы все сделали, что могли. Ни одного цента, ни за докторский аппоинтмент, ни за что я не брал. Ни за что не брал. Но вы знаете, что? Дьявол сделал так, что она уехала со скандалом от меня. Мы привезли ее к доктору для того, чтобы выписать рецепт, потому что рецепт нужен. И такой рецепт, по которому она могла получить те необходимые средства, медицинские препараты, которые при ее вот этой палочке, а эта палочка, которая есть внутри в нее вараньями, она опасная очень. И действительно, когда посмотрела моя дочь ее, там проблема большая. И с такими проблемами она неоднократно в своей докторской практике соприкасалась. Мало того, в свое время когда-то и сама она имела эту палочку. Вячеслав Степанович, кончается время. Дорогие радиослушатели, телезрители, это не байки, не сказки, но это проблемы. Дорогие радиослушатели, почему я хочу, вот слушая историю Николая Михайловича, как вы считаете, позвоните, пожалуйста, по телефону 429-76-35, это испытание, это обман, это действительно человек получит за это от Господа благословение. как вы считаете в таких ситуациях человеку быть? Благословить этого человека или больше не связываться и быть осторожным, дуть на холодные? 429-76-35, если вы пытаетесь что-то помочь человеку, оно получается потом в какое-то непонимание, в какую-то печаль. Николай Михайлович говорит, что это часто было в жизни, что часто хотелось помочь, оно, и это было в бывшем Советском Союзе, и, наверное, так в жизни бывает. Как вы об этом расцениваете? Написано или благословляете проклинающих, или не воздаваете злом за зло, или это здесь просто вот такая ситуация, как в ней быть спокойно, правильно? Попали мы под искушение ваше мнение? 429-76-35, мы все ходим перед Богом и попадаем в разные ситуации, или лучше минуя таких людей, вот, или действительно что-то мы здесь получаем, действительно, если мы устоим, или это от Бога, или это не от Бога, как вы думаете? Поэтому, пожалуйста, звоните и дайте свои комментарии. Николай Михайлович, пожалуйста, продолжайте. Я думаю, я думаю, что, Вячеслав Степанович, делая добро, да не унываем, христиане тем и отличаются от всех остальных людей, что они умеют носить проблемы друг друга, что они в этом практикуются, к этому призваны верующие люди. Вот, посмотрите, была в Индии такая женщина, которая жизнь свою положила на алтарь служения людям, нуждающимся в помощи. Она даже не в Индии, а в Албании жила, родилась в Албании, ее уже нет, она уже ушла в вечность, но она сделала целью жизни своей, чтобы помогать людям. Помогать нужно и духовно, и физически, и умственно, и интеллектуально. все, что может рука твоя делать доброе, делай, и не унывай, и не ищи ты платы от людей, не ищи ты награды, не ищи славы от людей. Это не есть тот путь, по которому нам следует идти. Дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели, не славы своей ищу, но потому, что сегодня так сложились обстоятельства. У нас есть звоночек, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, у меня одна вот ина. Я хотела бы сказать тоже, есть такое место в специальной делать ты доброе, не унывай, но в добровительстве, я считаю, должна быть рассудительность тоже. Допустим, мне интересно, зачем вы поехали туда, в другой штат, если эта женщина могла сама к вам приехать, и вы возглавили ее к докторам. То есть, я посвящалась такими людьми, когда помогаешь людям, и они принимают это как задолженное, и они это не так ценят, и иногда случаются такие проблемы, что они просто неблагодарны за то, что человек стал для них. Спасибо за ваш звонок. Как ваше имя? Меня рука может делать добро. Делайте добро всем, а наипаче своим поверье. Я поехал туда, потому что в нее не было шансов приехать. У них есть машина, но машину некому везти. Ее уже муж, с которым она живет, он старенький, он же не может садиться за роль. Она еще более старенькая, потому что в нее вообще экспириенса нет водительского. И эти люди много, долго, назойливо звонили и просили, и надолго так учали и просили. Пожалуйста, Николай Михайлович, вы же верующий человек, вы же пастырь. Пожалуйста, поймите мою судьбу, мою ситуацию. Пожалуйста, ради Иисуса Христа помогите. Уважаемая Инна, неужели вы отказали бы человеку, когда он так со слезами, она плакала, она рыдала, когда со мной говорила по телефону, у меня остались ее голосовые сообщения, и как она умоляла меня и просила, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Мы помогли, и она нашла решение, и действительно нашла решение, но вот результат, я уже не буду говорить, Вячеслав Степанович 429-76-35, 429-76-35, как вы считаете, делая добро, почему часто в ресторанах выбрасывают продукты, почему часто какая-то продукция уже вот такая просроченная, ее никто никому не дает, а выкидывает, то есть не поддерживая вот там бездомные вот ходят возле там Гарбыча роются, почему ими не выставляют, что можно иметь какие-то серьезные проблемы, почему кто-то называет это негуманность, это неправильно, вот как вы на это смотрите, мы живем в этой стране, мы хотим здесь правильно поступать, у нас есть звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Иуда, я слушаю вашу передачу, конечно, это больно, когда кому-то делаешь добро, и тебе в ответ неправильно тебя понимают, но я хотела спросить, вы не привезли сюда в Сакраменто, а как она уехала обратно, кто ее отшел обратно? Дело вот в чем, дело в том, что она уже с кем-то раньше контактировала, она уже не первый раз бывала, оказывается, в Сакраменто, и кто-то из тех, с кем она раньше контактировала, приехал по ее звонку, и забрал ее, и повез ее в Сан-Франциско, а в Сан-Франциско там где-то она жила до этого 25 лет, не в Сан-Франциско, а в Эрии Сан-Франциско, и мы были как раз у доктора на аппоинтменте, ждали аппоинтмента, и обеденный перерыв был, пошли, чтобы покушать там в ресторанчик, и в этот момент она позвонила, и приехала женщина, и посадила ее на машину и увезла, ну что ж, увезла, и на этом спасибо. Ну, это могло случиться, может, человек не хотел, чтобы этот камеш попал. Вам, брат, не надо расстраиваться из-за этого, потому что многие случаи такие бывали и будут, вы главное сделаете добро, но и хорошо свое Богу будете иметь за это награду, за любое добро человек будет иметь награду. Спасибо, не надо умевать, не надо переживать, пусть люди разные на земле, разные. Я не переживаю, уважаемая радиослушательница, не переживаю и не сожалею, но я просто, коль уж коснулась эта тема, Вячеслав Степанович открыл смысл содержания этой темы, у меня просто не было другого пути, как пояснить ситуацию, но эту ситуацию я уверен, что каждый из нас верующих людей в Бога, не каждый, я уверен, что почти каждый в свое жизненное время от отроческих и до старости лет он соприкасается с этим. Я хочу сказать, что... У нас звоночек, пожалуйста, говорите. Приветствую вас, меня зовут Алла, я тоже слушаю вашу программу, и вот Ярослав задал вопрос насчет продуктов просроченных, можно ли раздавать или выбросить. Лучше выбрасывать, потому что здесь, если человек отравится, очень большие судебные иски. Вы знаете, мы в одном русском магазине купили готовую продукцию, поели, как мы отравились, но мы христиане, мы не стали не судиться, ничего, но если это были бы американцы, тому магазину были бы огромные проблемы. Да, я согласен с вами, уважаемый радиослушатель. Спасибо, пожалуйста, 429-76-35, пожалуйста, звоните, как нам помогать. Сейчас у меня семья, мы уже будем заканчивать время, буквально попросилась, помогите, у нас им не хватало финансов, и мы, муж, наверное, как я понимаю, подвыпил, они попали, в какую-то, забрали в них машину, они остались на улице, они плакали, они просили, и помогите, вот мы больше так не будем делать, мы на исправлении, вот, но мы заканчиваем, у нас еще звоночек, пожалуйста, говорите. Добрый день, меня зовут Николай, мой вопрос к брату, если нужно будет еще раз поехать, не в Орегон, а где-то поближе, вы еще поедете, помогать? Если в этом есть необходимость, поеду. Уважаемый брат, я думаю, вы брат. У меня была такая ситуация, я помог одной сестре, одинокой, которая приехала, купить автомобиль, отремонтировать, и когда коснулся вопроса, она говорит, он мне не нравится, отдай мои деньги, отдай мои деньги. Жена говорит, отдай, я говорю, ну подожди, я продам автомобиль, и потом отдам. Жена говорит, отдай, мы найдем деньги, отдай деньги этой женщине. После того, я никому желания не имею, помочь с автомобилем. Вот здесь, в вашей ситуации, как вас зовут, как ваше имя? Николай, Николай, вы тетка мой, дорогой мой брат Николай, это победа дьявола, демонов, нечистых духов, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Заканчиваем наши передачи, у нас еще время должно быть рекламы, спасибо, нам сегодня задали столько много времени, и мы заканчиваем, ну будем рассуждать, но в Библии написано, по возможности должны помогать, просить у Бога мудрости, а на этом наша передача подошла к концу, будьте все благословенны, и... Помогите. Помни, рано или поздно, твой сын последует твоему примеру, а не твоим советам. Слушайте христианское радио ежедневно.